Для этого видео я решил выбрать такую картинку, чтобы свою рожу не показывать. Это здание Global Dynamics, сериал Эврика, один из моих любимых сериалов. Я бы хотел рассказать о своей проблеме, но я давно уже об этом хотел сказать, просто я не так часто ее встречаю у меня на компьютере, с некоторыми играми. Причем интересно то, что эта проблема у меня была на моем старом компьютере более пяти лет назад. Там было совсем другое железо, совсем другая конфигурация. Вот, все совсем другое, просто совершенно другой компьютер. Вот, это было около пяти лет назад, потом я купил новый компьютер, и на нем я стал встречать точно такую же проблему, абсолютно. В общем, в чем заключается проблема? Вот, например, играю я, играю в какую-то игру, да? И вдруг ни с того ни с сего пропадает звук, пропадает изображение, то есть черный экран. Компьютер сам продолжает дальше работать. Но пропадает звук, пропадает изображение, черный экран. Все. И ничего больше нету. Если нажимать на клавиатуру, например, я как проверяю, когда компьютер зависает, да? Я нажимаю клавишу нам лог. Если она нажимается, то есть лампочка то гаснет, то зажигается, значит система работает. Вот. Но я нажимаю кнопку нам лог, клавиатура не отвечает. Все клавиши Ctrl, Alt, Delete, Alt, Tab, то есть ничего не работает. То есть вообще ничего не работает. Клавиатура продолжает гореть, мышка горит, но ничего не работает. То есть нету ни звука, ни изображения, ни клавиатуры, ни мышка не работает. То есть ни с того ни с сего. Вот. То есть как бы играешь, играешь, вдруг бац и все. То есть как бы компьютер сам продолжает работать. Все вентиляторы крутятся, кулеры там. Вот. Лампочка жесткого диска не горит. То есть как бы... Ладно там, если бы, например, компьютер завис, то жесткий диск бы что-то там считывал, например, да, то лампочка бы все время горела бы или постоянно мигала. Но она не горит, не мигает. Вот. То есть просто сам компьютер продолжает работать, но вот такая вот фигня. Вот. Это у меня было на старом компьютере. Ну, как я уже, да, говорил. То есть, например, на том компьютере был Pentium 4, одноядерный. Видеокарта Radeon 9800. Звуковая карта Realtek. Вот. На этом компьютере процессор уже Intel Core 4-ядерный. Видеокарта NVIDIA 9800... Там был Radeon какой-то другой. Короче, тут уже NVIDIA 9800 GTX. Процессор другой, видеокарта другая. Жесткие диски другие уже. Все другое. Но единственное, что осталось неизменным, это система Windows XP. Вот. И эта проблема, она возникала на таких играх, как Dead Space. Есть обе части, и первая, и вторая. Вот. Tony Hawk Underground первый. Второй нормально шел. Именно первым такая проблема была. Потом, я точно не помню, но, по-моему, еще какая-то игра была, вроде Кризис. Да, еще Кризис второй. Но мне говорили то, что Кризис второй, это у меня, мол, не хватает мощности блока питания. Блядь. На этом компьютере у меня мощный блок питания FPS или FSP, не знаю. Хороший, мощный, на 750 ватт. То есть, как бы, этот компьютер, то есть, понимаете, да, все другое. Единственное, что осталось, это система Windows XP. Но также, то же самое, с этими же играми, та же самая проблема, одинаковая абсолютно. На обоих компьютерах. Понимаете? Вот. Вот. Я в интернете искал, везде, по-разному, за эти все годы, да. Вот. Единственное объяснение, которое я нашел, это то, что у меня конфликт оборудования. То есть, вот эта комбинация оборудования плюс софта, то есть, программа, железо и софта, которые у меня есть на компьютере, плюс эта игра, они конфликтуют, и из-за этого появляется вот эта проблема. Но я говорю, у меня совершенно разные все были, единственное, разные компьютеры. Не может уж быть такое совпадение, то, что два компьютера подряд, и я, у меня, у меня разные, и на всех одно и то же, и на всех конфликт, там, конфликт оборудования. Ну, это бред какой-то, вот. В общем, я так решений не нашел. Вот. Единственное то, что мне помогало, и я пробовал это только на одной игре, это игра Dead Space 2. Единственное, что мне помогало, это в оконный режим ее сделать. Когда я ее делал в оконный режим, у меня ни разу таких глюков не было. Но эту я только на Dead Space 2. На других играх я не пробовал. Вот. И это было в одном и том же месте. В одном и том же месте. То есть, не то, что случайным образом там играешь, играешь, и вдруг бац, и все. Нет. В одном и том же месте. То есть, как бы, я могу играть, могу вот только запустить игру. Пойти в то место, бац, та фигня случается. Могу играть часа 2-3, но именно когда я в то конкретное место иду, бац, и вырубается. То есть, вот такая вот фигня. То есть, именно, то есть, как бы, именно в определенных играх, в конкретных играх, и именно в каждой игре в каком-то конкретном месте такая фигня. Понимаете? Вот. Единственное объяснение, конфликт оборудования, блять. Разные совершенно, ну, сами понимаете, да? Тогда был процессор Pentium 4, видеокарта Radeon была, какая-то старая, слабенькая. Звуковая карта другая, жесткие диски другие, блок питания другой совершенно тогда был. Сейчас, сейчас единственное, все, что я говорил, да, уже, извините, я повторяюсь. То есть, как бы, ну, понимаете, ну, вообще, ну, разве может такое быть? Вот. И не знаю. Единственное, то, что на втором Dead Space я, там, в оконном режиме, и все, у меня такого не было. Но на других играх я не пробовал. Вот. Если у кого-то была похожая проблема, может, какие варианты еще есть? Вот. Еще я такой вариант находил, то, что у одного парня была точно-точно такая же проблема, но когда он видеокарту поменял, у него проблема пропала. Вот. Но у меня видеокарты тоже разные, но та же проблема. Так что, если у кто-то подобное, ну, именно вот такое, то есть, понимаете, да, играешь-играешь, вдруг бац, черный экран, на экране ничего нету, звука нету, клавиатура и мышка не отвечают, но сам компьютер продолжает работать. Причем никаких посторонних дополнительных звуков не было. Вообще. Никаких не... Я знаю, что бывает такое, то, что кто-то играет-играет, вдруг у него компьютер начинает пищать и все вырубается. Нет, ничего не пищит. Обычное все. Никаких даже сигналов нету, ничего. Ничего не зависает, ничего. Просто бац, и все вырубается сразу. А компьютер сам продолжает работать. И все. Только на кнопку перезагрузки остается нажать на системном блоке и все. То есть, вот именно такая проблема. Как бы, не знаю, блок питания нормальный, жесткие диски все нормальные, тогда были другие. Единственное, то, что это вот Windows XP. Все. Ну, я не знаю, вот может быть, у кого-то что-то такое. Просто у меня давно эта проблема, уже много лет, да, я ее встречаю, просто я о ней не говорил. Может быть, у кого-нибудь что-то подобное было тогда, расскажите, как бы с ней ее победили. Вот. Ну, я тогда вот говорю, только на втором Dead Space я в оконный режим поставил, и все было нормально. Но я недолго играл. То есть, я особо-то и не тестировал. Я просто-просто не знаю, почему. Поставил в оконный режим, побегал-побегал в том месте, где у меня такая фигня была. И все было там, было нормально. Но на других играх я не пробовал. Поэтому, я не знаю, может быть, честно, случайно так получилось. Может быть, оконный режим, он и не помогает на самом деле. Вот. Так что, вот такая вот фигня, может, кто-то встречал. Вот. Может быть, кто-то что подскажет, не знаю. Вот. Продолжение следует...